Еще немного и в этих коридорах вновь зазвучит детский смех, а для кого-то прозвонит первый школьный звонок. До 1 сентября осталась ровно неделя. Между тем у родителей в голове куча вопросов. Каким будет этот очередной год и ждать ли снова детям дистанционного обучения. Начать новый учебный год в школах края планируют в штатном режиме. 1 сентября пройдет традиционная линейка. Что касается уроков, то дистанционного или как нас поправили в Минобре удаленного обучения пока не предвидится. Но и к нему возможно вернуться, если осенью увеличится количество больных COVID-19. А пока будут использовать опыт прошлого года. Будет соблюдаться и ступенчатое расписание. Точно так же мы планируем кабинетную систему. То есть для того, чтобы дети в меньшей степени контактировали друг с другом, вот эта схема, она будет предложена на 1 сентября. Ступенчатое расписание предполагает, что у одной части школьников занятия будут начинаться на 15 минут раньше, а у другой, соответственно, позже. Согласно кабинетной системе, когда все уроки у класса проходят в одном кабинете, учителя-предметники будут сами приходить на урок. В целом же процесс обучения будет мало чем отличаться от предыдущих лет. Все та же рассадка школьников по два человека за партой, маска по желанию и, конечно же, обязательная обработка рук антисептиком перед входом в класс. Что касается вакцинации от COVID-19, то в Министерстве образования и науки региона подчеркивают, она была и остается добровольной. Однако уже к началу учебного года, то ли из-за сознательности, то ли от иных факторов, половина предсостава края уже оказалась привита. Директор школы не имеет права отстранить от работы. В том случае, если будет определенное предписание надзорных органов, то тогда уже будем решать индивидуально в рабочем порядке. Подготовка к школе в Алтайском крае тем временем продолжается. В этом году только в первый класс пойдут около 30 тысяч детей. И если позволит эпид-обстановка, эти первоклашки никогда не узнают, что такое дистант в школе. Анна Рашегирова, Александр Антропов. День с толком.